Мне кажется, что ни в каком другом спорте нет таких непостоянных фанатов, как в этом. Друзья, с вами Страйкер, и сегодняшнее видео будет посвящено лицемерию у ММА-комьюнити. Не забывайте про лайк и комментарий с четырех слов, а мы начинаем. Погнали! Конор Макгрегор буквально вчера проиграл техническим нокаутом, остановка доктором, дайсину парье. И в очередной раз порадовал своих хейтеров своим поражением. Хотя 95% этих людей почему-то забыли, из-за кого начали смотреть этот спорт, и решили проснуться в это воскресенье. Но я бы хотел ставить пример с Конора напоследок. Знаете, как говорится на десерт, мы разберем примеры каждого лицемерства со стороны фанатов ММА. И почему же многие ребята просто пустоголовые чурбаны? Не все опять же, а лишь часть. Давайте начнем с самых истоков и поговорим об одном из самых величайших бойцов, которых видел белый свет. Последний император Федор Емельяненко имеет легендарный рекорд для бойца тяжелого веса. 10 лет россиянин не проигрывал, будучи в самом королевском дивизионе. И долгое время почетно занимал первую строчку паунд-фаунд в мире. Сейчас понятно, что самый лучший боец вне весовой это доминирующий чемпион UFC. К примеру, сейчас это Джон Джонс или Камар Усман. Но Федор даже не дрался в UFC и все равно занимал это почетное место. Но знаете что? Емельяненко настигла то, что спустя время настигла и других бойцов. Легендарный император проиграл. Причем три раза подряд, после, казалось бы, безумной серии побед в тяжелом весе. Федор завершил карьеру. Но спустя время вернулся и теперь мы видим такие комментарии от наших же, понимаете, наших русскоязычных фанатов. Последний перфератор, актер, да он бил мешков в прайде и так далее и т.п. Дети, которым было по 5-6 лет и то в идеале, некоторые даже не родились тогда, утверждают, что Федор бил мешков. Как они вообще могут делать такие оценки? Если все издания и вообще любые авторитетные, будь то каналы или источники, подтверждают, что во время царствования прайда, UFC это было место, где люди, которые не сыскали удачу в японской организации, попробовали себя там. Почти то же самое, что Беллатур сейчас. Респект UFC, что они по итогу поднялись колен. Но камон, ребята, это то же самое, что сейчас какой-нибудь 5-летний мальчик вырастет и через 10 лет скажет, что Хабиб бил лишь мешков и не дрался в Беллатур. Ну вдруг Белик станет спустя время самой крутой организацией, кто знает. Как боец, который побил 7-х бывших чемпионов UFC, причем некоторых по пару раз, некоторых вообще смял без вопросов, может быть мешком. Ребята, честно, вот в октябре у Федора Паденек. На самом деле, кто следит за моим инстаграмом, знают, что я хочу купить квартиру и начал стараться более-менее экономить деньги, так как это мечта моей мамы. И в течение двух лет я постараюсь ее исполнить. Но я бы хотел все-таки найти деньги и время, чтобы полететь в октябре на бой Федора. Это же, блин, можно будет своим детям рассказывать. Я был на поединке самого Емельяненко. Как можно вообще его хейтить? Этот человек – живая легенда. И мы должны быть ему благодарны. Блин, Федор же, по сути, может и не драться. Он тоже, в принципе, обеспечен на всю жизнь. Но он дерется, потому что любит это и дерется для своих фанатов. Это настоящий бред, что к нему столько неуважения. Далее у нас идет Хабиб Нурмагомедов. Кто бы что ни говорил, но кто активно следил за Хабибом, помнит, что происходило, когда у Нурмагомедова случались какие-то травмы или какие-то проблемы с висосгонкой. Примерно то же самое, что сейчас с Махачевым. Эй, да кого он бил? Эй, да кому он нужен? Но что мы видим сейчас? Негативных комментариев в сторону Нурмагомедова почти нет. Только от каких-то прям маленьких ребят или просто каких-то непонятных людей. Хотя, опять же, у всех свое мнение. Но знаете, что было в марте 2017-го? Не удивлюсь, что многие из вас не следили за ММА в тот момент. Но я вам расскажу, что было. Третья попытка организации поединка между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Страсти на колено до предела. Все просто с нетерпением ждут этот шикарнейший поединок, который можно будет еще своим внукам рассказывать. Бой за временный титул. Победитель выходит на неоспоримого чемпа, суперзвезду Конора Макгрегора. Что может быть круче? Наступает день весосгонки к UFC 209. Стивен Томпсон и Тайрен Вудли, которые дрались в мейн-ивенте, успешно сделали вес. Тони Фергюсон тоже показал лимит своего дивизиона. Но не хватало еще одного человека. Я смотрел это взвешивание в прямом эфире. В гребаные 3 часа ночи. Мне нужно было через 4 часа на учебу. Я сидел и ждал одного. Хабиба Нурмагомедова. И просто жаждал увидеть, как он придет. Встанет на весы, и все будет классно. Бой будет в силе, но нет. Его там не оказалось. Хабиб Нурмагомедов из-за проблем со здоровьем оказался в больнице и снялся с боя. Поэзинг с Фергюсоном отменен. Какая же боль меня насигла в тот момент. Не буду врать, я был за Тони. Но мне стало настолько обидно за Хабиба после всей этой ситуации. На него накинулись абсолютно все. Мой одноклассник. Тогда я учился в школе. Который постоянно говорил. Вот, Хабиб лучший. А твой Магрегор петух. Когда я спросил. Ну что там, братан? Говорят, бой с Тони перенесут на сентябрь. Знаете, что он мне ответил? Мне уже все равно, говорит. Прикиньте. Сколько мемов было с бедным Хабибом и Тирамису. Который он, кстати, не ел. То видео, о котором говорит Фергюсон, было давно. А не перед UFC 209. Нур-Магомедов честно признался, когда восстанавливался. Что потерял поддержку фанатов. И начал чувствовать себя отчасти брошенным. Но да, потом все зашевелились. О нет, Хабиб это не так. Ну а когда Нур-Магомедов столчло. Тот мой одноклассник первым написал мне в личку. Что вот, Хабиб победил Магрегора. О боже. Но я никогда не забуду. Какой же шквал критики и злобы. Был на Нур-Магомедова в тот период времени. Негативные комментарии были сплошь и рядом за лайканами. А те, кто поддерживал Хабиба, подвергались издевкам. Теперь это не так. И вы знаете почему. Такова уж человеческая сущность. Кстати, помню еще Хабиба в 2020 хейтеле. В апреле. Будто он специально застрал в России. Это был лютый бред. Когда он победил Гэджи, никто об этом даже и не вспомнил. Лол, ну это просто настоящий бред. Я просто в шоке с людей. Кстати говоря о Тони Фергюсоне. Он стоит, наверное, на вершине пьедестала. В плане лицемерия со стороны фанатов. Кстати, это сейчас официальное обращение к недофанатикам Фергюсона. Вы вообще нормальные? Как вообще взаимосвязано то, что я выбираю победителем? Допустим, Дарюша. Но если он, блин, реально выиграет и так получилось, он выиграл точно так же, как я и сказал. И то, что я не болею за Тони. У меня 30 или 35 видео, посвященных чисто Фергюсону. Это же больше, чем у всех каналов ММА вместе взятых. О чем вообще речь? Мне нужно врать в лицо ребятам, которые хотят увидеть от меня непредвятую аналитику или что. Вы реально больные. Это просто, знаете, ответ к этим ребятам, которые начали писать. Эээ, лицемерные фанаты ММА. Сейчас будешь о себе рассказывать, да? Я же знаю, что вы говорите про Тони. Окей, но что же с Фергюсоном? Бабайка. Ночной кошмар легкого веса. Все записывали его. Самые опасные противники для Хабиба. И бойца, который может уничтожить любого на планете Земля. Но знаете, что произошло, когда боец, который больше половины десятилетия, находится в топ-5 и идет на серии из 12 побед подряд. Впервые проиграл в 36 лет. И даже на секунду не хотел сдаваться. Фф, да кого там этот Тони бил? Никогда никого из топ-5 не побеждал. Омагу, и он хотел драться с Хабибом. Да уж, я так и знал, что он самый переоцененный боец. Да он никогда и не был элитным бойцом. Никогда. Я все-таки очень надеюсь, что Хабиб в тот момент просто неправильно высказался. Он знает 5 или 6 языков. Поэтому, возможно, ему сложно высказывать свое мнение. На всех языках максимально правильно. Но разве не он сам и его тренера говорили, что Фергюсон самый опасный боец для них. И элита элит. В 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, да каждый год вы так говорили. Камон. Если бы была речь окей, Тони сейчас не элитный. Потому что Нурмагомедов все-таки дополнил, что именно в 37 невозможно быть элитным бойцом в легком весе. В этом я прям полностью согласен. Так и есть. Но никогда. Камон, чемп. Ты знаешь, что Тони один из лучших легковесов на все времена. Но фанаты прям полностью преобулись. Теперь все называют Фергюсона мешкобоем. Человеком, который бил людей только на спаде. А то, что в 37 он все еще на топовых позициях, никого не смущает? Да, его доминировали три раза подряд. Но чувак, он даже не был близок к сдаче. Я просто в шоке от степени. Лицемерство фанатов. Где они все были, когда Фергюсону было 32? И он заливал кровью весь легкий вес. Да, сейчас он постарел. И ему нужно заканчивать. Но не нужно принижать его заслуги. Вы говорите, что он никогда не был чемпионом? Если не придираться к словам, в историю UFC было всего три пояса, которые водились организацией. Титул неоспоримого чемпиона, титул временного чемпиона и титул БМФ. Так или иначе, любой боец, который держал какой-либо из этих поясов, в техническом плане считается чемпионом UFC. Не принижайте, пожалуйста, заслуги старинной бабайки. Это низко. Ну и конечно же на десерт. Конор Макгрегор. На самом деле, примера лицемерия фанатов очень много. Я помню, как перед боем Коста и Адывсани были лишь положительные комментарии про Паулу. Вот, он такой воспитанный, убьет убеганью. Израиль может только бегать, а вот бразилец очень зрелищный. Но как только Коста проиграл, его все начали сразу же хейтить. Да кого он побил? Да ладно, он просто перекачанная горилла. Не, с вином Коста, конечно, облажался. Но его начали хейтить еще до этой тупой отмазки. Просто я решил упомянуть именно популярных бойцов. Чтобы люди на таких примерах понимали, как выглядят фанаты со стороны. Конор Макгрегор. Будем честны, 90, если не 95 из вас, начали смотреть ММА не раньше 2014 или 2015 года. Безусловно, есть люди, которые смотрели бои до этого. Но, ребята, опять же, вас меньшинство. Конор Макгрегор это тот человек, который познакомил меня и многих людей с миром ММА. И именно его апатажность, его выходки и на пике ответ за свои слова начали привлекать к нему все больше и больше внимания. Харизматичный ирландец завоевал сердца миллионов фанатов по всему миру. И он выглядел реально как предсказатель. Самый быстрый нокаут в титульной истории UFC за 13 секунд вырубает непобежденного в течение 10 лет Жозе Альдо. Первый человек в истории организации, который стал чемпионом в двух весовых категориях в одно и то же время. Первый боец, который начал зарабатывать ровно такие же деньги, как и действующие звезды бокса, не считаемая Везера. Первый человек, который оформил три нокаута в полулегком, легком и полусреднем весе в трех разных весовых. Был еще Антони Джонсон, но там другие веса. Человек, который поднял популярность боев до небывалого уровня. И кто бы что ни говорил, как минимум верхушки дивизионов, он поднял зарплату, ну чемпионом и претендентом. Единственный боец, который смог вытащить из официальной пенсии Флойда Мэйвезера и провести с ним бой по правилам бокса. Боец, который мотивировал миллионы фанатов по всему миру, в том числе и меня. Кстати, пожалуйста, поставьте лайк на это видео и выйдет на этой неделе ролик про мое знакомство с Коннором, потому что многим этот ролик зашел, и все хотят, чтобы я его перезалил, но там будут поправки и добавки. Но все его регалии забываются, как и любого человека, когда начинаются неудачи. Эээ, мактаппер, ээ, петух, его снова наказали за слова, лепрекон, самый переоцененный боец UFC, курица, несущие золотые яйца. Столько эпитетов я выслушал в сторону Коннора, но камон, ребята. Январьский бой показал, что будь он хоть добрым и самым милым человеком на свете, вы будете его хейтить, делать различные мемы с ним, издеваться над человеком, который был мужчиной до боя и после боя. Зачем ему оставаться таким, если это не ценится, да и продает, вероятнее всего меньше. Больше никакого мистера хорошего парня. И знаете, волна хейта точно такая же, как и в январе. Ничего в принципе не изменилось. Только теперь люди дополняют просто хейт, еще и словами, что его наказали за базар. Я согласен, не буду спорить, что Макгрегор перегнул палку с женой Парье. На самом деле все ждали возвращения старого Коннора с 2016-го. Но мы получили не Мака с крутым и прикольным юмором, а токсичного и просто оскорбляющего всего подряд Коннора с 2018-го. Окей, на самом деле я зря написал, что Дастин не должен был так поступать после боя. На самом деле, если бы задели мою жену, ну в теории, у меня и девушки нет пару месяцев, я бы тоже оторвал голову и издевался над оппонентом. Но это, блин, Парье. Макгрегор же наоборот, вам же подогревал интерес к бою, чтобы вы проснулись на него. Камон, сколько из вас проснулось на бой Дастина и Хукера? Дастина и Альвареса? Вероятно, даже 10% нет от людей, которые проснулись на бой с Макгрегором. Вы встали на этот бой из-за него и смотрели его чисто из-за Макгрегора, а не из-за Парье. Нет, конечно, есть фанаты Дастина, но думаю, что настоящими можно считать. Лишь до боя с Коннором, а не хейтерское галорье. Имхо. О боже, хейтеры же дошли до абсурда. Кто-то написал, что у Макгрегора никогда и не было трештока нормального. Чел? Признаюсь, конференции, как QFC 264, так и QFC 229, мне не понравились, так как это не трешток, а просто гнилое оскорбление. Но вспомните бой с Альдо, Мендесом, Нейтом и Эдди. Коннор же выкидывал там фразы на века, которые разлетались на цитаты. Хотя, кого я пытаюсь убедить? Знаете, просто суть этого видео в том, что хейтеры или просто недоброжелатели почему-то вылазят только тогда, когда что-то идет не так. Когда человек уступается, и у него идут неудачи. Так же и в жизни, знаете, друзья или любые люди с вами, они вам улыбаются, говорят, какой вы крутой. Но когда у вас начинаются проблемы? Когда проблемы на работе или в семье? Бум, вы один. Вас никто не поддержит, а некоторые даже будут издеваться. Такова жизнь и такова человеческая сущность. На самом деле я тоже сам виноват. Частенько велся на такие вещи и сильно виню себя в этом. В примере с Усманом я его хейтил, а потом перестал. Когда тот начал зрелищно выигрывать. Да, и с другими бойцами так же. Я надеюсь, что этого не повторится, но опять же, таковы мы люди. Но это очень грустно. Правда, с Комару ситуация другая. Он не начал мне прям нравиться, и я не стал его фанатом. Просто никакого хейта к нему больше не испытываю. Не знаю, несмотря ни на что. Что бы ни случилось с моими любимыми бойцами. Конором, Фергюсоном, Хабибом, Коди, Джонсом, Масвидалем и многими другими. Я буду за них до конца. Пока они не завершат карьеру. Я в мае писал пост про Тони. Но думаю, что это можно отнести к любому бойцу. За которым я слежу. Если у моего любимого бойца будет 100 фанатов, я буду одним из них. Если у моего любимого бойца будет 10 фанатов, я буду одним из них. Если у моего любимого бойца будет один фанат, это буду я. Если у моего любимого бойца не будет ни одного фаната, значит я умер. И меня нет в живых. До конца. Друзья, есть просьба Загляните, пожалуйста, в мой инстаграм И подпишитесь Там реально достаточно интересно В историях актуальные новости мира ММА Мои реакции и мемчики Мы там проводим прямые эфиры И я по возможности стараюсь Отвечать на сообщения в директ Если вы, конечно, не безмозглый хейтер Таких я отправляю сразу в ЧС Извиняйте В общем, ссылка в описании Жду вашу подписку Ну что же, дорогие друзья А на этом наше видео заканчивается Если ролик вам понравился То, пожалуйста, поставьте лайк Подпишитесь на канал И поделитесь видео с друзьями